70% жителей Октябрьского района города Гродно уплатили авансовый платеж налога на недвижимость и земельного налога. Об этом сообщили в налоговых органах. Последний срок оплаты 15 ноября. Земельный налог и налог на недвижимость должны уплатить все, у кого в собственности находятся объекты недвижимости и земельные участки. Не позднее 15 ноября нужно внести авансовый платеж в размере 50% от начисленной суммы. Вторую часть – до 15 ноября 2023 года. Владельцам недвижимости и земельных участков также будут рассылаться извещения с указанием суммы платежа. В этом году отменена также льгота по налогу на недвижимость в отношении одной квартиры, находящейся в собственности физического лица. Освобождаются от земельного налога и налога на недвижимость граждане, достигшие пенсионного возраста, инвалиды первой и второй группы, несовершеннолетние, военнослужащие-срочники, недееспособные лица, а также участники Великой Отечественной войны и иные лица, имеющие льготу. Хочу отметить, что физические лица, в том числе и дуальные предприниматели, имеющие земельные участки на праве аренды, в текущем году арендную плату за земельные участки не производят. Арендную плату за 2022 год будем производить по стечении календарного года, по сроку уплаты не позднее 15 ноября 2023 года. Основанием для начисления транспортного налога является регистрация транспортных средств за физическими лицами, в том числе и индивидуальными предпринимателями Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел. Физическим лицам предоставляется льгота по транспортному налогу в виде снижения ставки. Ставка транспортного налога уменьшается на 50% в отношении транспортных средств, зарегистрированных лицами, которые имеют различные льготы. В этом году общая сумма транспортного налога, начисленного жителем Октябрьского района города Гродно, составила 4 миллиона рублей, сообщает в налоговых органах. 70% уже уплачено. К слову, в этом году введена новая форма извещения об уплате. Теперь на нем указаны все объекты, находящиеся в собственности физического лица, где бы он ни был зарегистрирован. Для того, чтобы найти свой учетный номер плательщика, необходимо зайти на сайт Министерства по налогам и сборам Беларуси, выбрать электронные сервисы, раздел «Государственный реестр плательщика», подраздел «Поиск физических лиц». Здесь есть несколько вариантов поиска через личный номер или через ввод фамилии имени отчества, а также номера документа удостоверяющего личность. Субтитры создавал DimaTorzok